Здравствуйте! Новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. Крупное ДТП близ поселка Дубовка. Виной всему гололед. Вопрос государственных символов обсудили чиновники на селекторном совещании. Организации Караганды в преддверии дня первого президента отмечают лучших работников. Серьезное ДТП близ поселка Дубовка. Здесь столкнулись две машины. Виной всему гололед. Дорога только с виду обычна и безобидна. Погода внесла свои коррективы в движение автотранспорта. Гололед стал опасным препятствием для движения по дорогам области. Недалеко от поселка Дубовка водитель БМВ, видимо, не учел эти поправки и не справился с управлением. Его машину вынесло на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с Ауди. Сила удара была такова, что Ауди улетела в Кювет. БМВ сложно назвать машиной. Запчасти можно собирать по всей трассе. К счастью, оба водителя остались живы. Они были госпитализированы с различными травмами. Обе машины вряд ли можно восстановить. Сотрудники административной полиции проводят расследование. Сергей Высокосов, Бахтияр Успанов, 1-й Карагандинский. В Карагандинской области не хватает социальной рекламы. К такому выводу пришли накануне чиновники на селекторном совещании. На заседании не остался без внимания и вопрос о государственных символах. Кому и какие были даны поручения, расскажет наш корреспондент. Государственные учреждения должны обратить внимание, в каком состоянии сегодня находится символика нашей страны. Это касается и различных организаций, которые вывешивают гербы и флаги на свои здания. В соответствии с законом все казахстанцы должны придерживаться установленных стандартов. Это самый главный вопрос. Смотрите, чтобы завтра где-то не выяснилось и не получилось, что где-то под ногами валяется флаг, или где-то под ногами валяется керп, или те, будем говорить, оформленные ваши стенды, которые уже там исчерпали себя и у вас в подвалах лежат, чтобы не получилось, чтобы завтра где-то кто-то исказил. За этим надо будет следить и утилизировать его вовремя. В некоторых районах области символика страны значительно отличается от оригинала. Это неправильно, считает архитектор области. Стандарт должен быть один на всех. Наверное, это не наша вина, что, вот обратите внимание, даже вот мы сейчас видим города-районы, что у одних цвет темно-синий, у другой голубой, у полны там символика солнца орла, у одних одного поляра, у них вообще нашиты есть объемные и так далее, и так далее. Мы все заказываем у лицензированной фирмы. Сегодня в городе существует 32 организации, которые занимаются выпуском государственной символики. Только пять из них имеют лицензию, то есть право на изготовление герба и флага. С остальными нарушителями ведется работа. Я хотел бы, уважаемые коллеги, вот Акимов, городов, районов, вы тоже являетесь сегодня председателем этих комиссий. Тоже я вас попрошу детально к этим вопросам тоже подойти, тоже утвердить свои планы работы на 2014 год, где предусмотреть все вот эти замечания и предложения, которые сегодня были озвучены. Николай Кровец, Жаслана Мандыков, 1-й Карагандинский. Добро во благо детям. Второй год подряд под таким девизом по инициативе президента фонда Бабек Сары Назарбаевой во всех детских домах Казахстана проходят благотворительные праздники. Ребята долго и тщательно готовятся к ним. Детский дом семейного типа А7 в Караганде посетил Акимовласти Баужан Абдежев. Он пришел в гости к воспитанникам не с пустыми руками. День Благодарения День Благодарения отмечается в последний четверг ноября практически во всех странах мира. В Казахстане он открывает целую цепь праздников. Это, конечно, день первого президента, день независимости. Завершающий месяц года располагает не только к подведению итогов, но и к осуществлению добрых дел. День Благодарения как раз способствует этому. В детском доме семейного типа А7 около 50 воспитанников. И все они с радостью участвовали в концертной программе. Гости сегодня не совсем обычные. Но воспитанники не робеют перед главным лицом региона. Как у вас дела? Хорошо. Чем вы занимаетесь? Получили? Рисуем. 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 Поем. Молодцы. Хорошо здесь? Ну что, весь? Да. Тепло вам? Нет. Тепло? Очень тепло. Оно хорошо? Да. Настоящий праздник – это когда приходят настоящие гости. Доброжелательные и, конечно, с подарками. Но сюрприз надо умело преподнести. А что вы хотели еще, чтобы еще у вас было что-то, которого здесь нет, но вы хотите? У нас все тут есть. Все есть? Прям все-все? Простите. А вот теннисного стола и велотренажера не оказалось. Подарок пришелся очень кстати. Мы все одна семья. Мы все вместе. Мы казахстанцы. Поэтому мы должны всегда друг друга любить, ценить, уважать, улыбаться. Правильно? Да. Это большой праздник. Кто у нас в стране президент, вы знаете? Мы сутки, мы сутки, мы сутки. Ребята оказались не только умелыми артистами, но и продвинутыми в политике. А кто главная мама? Сараза, мы сутки. День благодарения – это прежде всего проявление внимания. Тепло души передается напрямую от сердца к сердцу. Поэтому все присутствующие получили в подарок дерево счастья. А этого, конечно, хочется всем. Особенно этим детям. У нас хорошие воспитатели. Мне нравится праздник Резошелык. Мы все вместе собираемся, поем песни, танцуем. Я рада, что мы всегда вместе. Сергей Высокосов, Бахтия Распанов, Первый, Карагандинский. Впереди короткая реклама, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Трэвел-мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. ТО «Возрождение 21 век» реализует для фермерских хозяйств и населения гусей. Родительское стадо породы линдовской и губернаторской. А также к рождественским и новогодним праздникам реализуют мясо гуся, утки и индейки. Оптом и в розницу по цене производителя. Телефон 32-0026 и 8-3-7-322-99-99. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату – что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы «Стартап в турбизнесе». Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону 97 47 42 8 702 155 98 00. Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана организованы встречи лекторов по пропаганде и разъяснению ежегодных посланий президента страны народу Казахстана. Подобный форум прошел в Карагандинском экономическом университете. В обществе не затихает интерес к основному документу страны «Стратегия Казахстана-2050». Для обсуждения этой исторической программы долгосрочного развития страны привлечены общественные деятели, творческая интеллигенция, ученые и молодежь. На базе Карагандинского экономического университета была проведена встреча с лекторами информационно-пропагандистских групп, заместителями акимов районов, городов и сел региона. Вопрос решался один. Как доступно донести идеи, сконцентрированные в посланиях президента страны народу Казахстана, до каждого карагандинца? Мною будет рассказано о реализации задач в свете послания главы государства через призму деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Сергей Высокосов, Бахиар Успанов, Первый Карагандинский. На предприятии «Евразианфудс» отметили лучших работников. Поощрение отличившихся прошло в преддверии дня первого президента. В торжественном мероприятии принял участие аким района имени Казбекби и Рустем Кабжанов. Маргарины и жиры самого различного назначения – сливочные масла, майонезы и соусы. Все это продукция сторожила масложировой отрасли Казахстана компанией «Евразианфудс». Сегодня с технологией изготовления продукции ознакомился глава района имени Казбекби Рустем Кабжанов. После экскурсии район и Аким поздравил всех работников маргаринового завода с наступающим днем первого президента. Сейчас я был на вашем производстве, посмотрел, как работает ваша цеха, услышал планы вашего руководства по модернизации дальнейшего завода. По росту продаж, поэтому это лишнее подтверждение того, что политика, которая проводится просто в нашей стране во главе с нашим президентом, она дает хорошие плоды. Аким район отметил, что в послании главы государства «Стратегия 2050» одним из важных факторов эффективности экономики является сильный бизнес, сильное государство. В качестве поощрения лучшим сотрудникам предприятия вручили почетные грамоты. Спасибо большое за работу. Все вы видите, какая стройка сейчас ведется. Мы вынуждены работать привлеченными также силами. Николай Кровец, Алжас Копасов, Первый Карагандинский. В преддверии общенационального праздника дня первого президента Республики Казахстан в стенах Политехнического университета прошла региональная научно-практическая конференция, где обсудили судьбоносные решения главы государства по формированию нового Казахстана. Продолжит Алина Агбаева. Да, именно в этих стенах тогдашнего Политехнического института получал специальность металлурга молодой студент Курсултан Назарбаев. День первого президента отмечается второй год в Казахстане. В Политехнический университет съехались ученые, общественные деятели, депутаты парламента, а также сокурсники главы государства. Поздравила с государственным праздником и Дарига Назарбаева. Правда, не лично. Письмо с приветственным словом зачитала член Комитета по социально-культурному развитию Мажелиса парламента Светлана Ферхо. Виктор Никонов сокурсник президента, ветеран металлургического комбината на пенсии. Вспоминает, что Нурсултан Назарбаев со студенческой скамьи был общительным, трудолюбивым и эрудированным. Особенно хорошо он разбирался в истории, к тому же был активистом и своим примером побуждал других заниматься спортом и творческой самодеятельностью. Будучи уже большим человеком, он не забывает своих старых друзей. И сейчас, будучи занятым человеком, когда приезжает он в Каранинскую область, он часто встречается с нами. И вот последний раз мы как раз на день праздника первого президента, мы встречались здесь в университете, где пообщались, вспомнили молодость. В 60-е годы в этом вузе учился и посягал азы общенаучных дисциплин первый президент республики Казахстан. В музее университета бережно хранится экспозиция, посвященная Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. По словам Арстана Газалиева, ректора КРГТУ, глава государства своим трудом, упорством и стремлением является примером подражания для современной молодежи. Я видел глаза студентов сегодня в аудитории. С необычайным таким отношением люди, студенческая молодежь воспринимает то, о чем говорили люди, которые рядом с президентом стояли, работали и создавали фундамент нашего суверенного Казахстана. Алина Акбаева, Жасулана Мандыков, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. И карагандинские полицейские не остались в стороне. От всеобщего праздника провели торжественный гала-концерт. В нем принимали участие ансамбль областного ДВД и вокальные танцевальные группы. В рамках мероприятия двое сотрудников органов внутренних дел досрочно получили звание. Еще двоих страж порядка наградили медалями. А одному полицейскому вручили нагрудный знак. Подробнее в сюжете Алины Акбаевой. Впервые торжество прошло в стенах концертного зала «Шелкома». Здесь также представили фотовыставку, посвященную Нурсултану Назарбаеву. Стоит также отметить, что в честь праздника приказа начальника ДВД Карагандинской области 36 полицейских наградили грамотами и 20 сотрудникам вручили благодарственные письма. Торжественные мероприятия, посвященные дню первому президенту Республики Казахстана. Сегодня выставлены, как видите, фотовыставка нашего президента первого. Это детская семья школы в студенческие годы. Потом путь становления, трудовой путь. И со временем путь нашего президента. В честь празднования Дня Президента Бигбалату Зеитову присвоили досрочное звание подполковника полиции. Всем пожелаю своим коллегам, чтобы в нашей нелегкой работе по охране общественной порядки, борьбе с преступностью, чтобы в дальнейшем вручке, насказаться, чтобы процветал, чтобы такие праздники, побольше таких приятных, хороших праздничных моментов. Кроме того, 29 ноября ансамбль ДВД Карагандинской области со своей концертной программой отправится в Астану, где поздравят коллег с днем первого президента Казахстана. Второй год подряд в 83-й школы Караганды проводится городской конкурс, посвященный известному казахстанскому писателю, нашему земляку Габидену Мустафину. В этот раз конкурс собрал участников из 40 школ города. Вернее сказать, это уже стаи традиционные чтения Габидена Мустафина. Они собирают почитателей таланта писателя. С одной стороны, это способствует проведению учебного процесса, с другой расширяет кругозор и грамотность учеников. Габиден Мустафин так подает простые житейские сюжеты, что они сразу становятся философскими эссе. Творчество Габидена Мустафина посвящено простому человеку, нашему краю, шахтерскому краю. Во всех его произведениях он отображает именно людей, их чаяния, их проблемы. Нельзя не оценить звучащее слово Габидена Мустафина. Конкурс чтецов тому доказательство. Ученики и конкурсанты свое понимание жизненных процессов передавали словами из произведений классика. Сегодня я приготовила произведение «Миллионер», роман Габидена Мустафина, который он написал. Я очень сильно люблю его произведения, такие как «Араганда», «Габиден Мустафин» и другие. Городская библиотека номер 7 подготовила отличную выставку и показала конкурсантам документальный фильм о Габидене. Конкурс – это отличная возможность познать творчество писателя, разобраться в исторической ситуации того времени, когда жил Габиден Мустафин. Поднять его перо над серостью быта. Сергей Высокозов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, если у вас есть интересная информация. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok